Заходим в проект TV. Первое, что делаем, нажимаем здесь правой кнопкой мышки, Composer Setting и делаем OneRove, то есть убираем вторую панельку, она нам не нужна, это меню нам не нужно. Следующее, нажимаем на тайм-линию и нажимаем Delete, удалить секвенцию. Теперь, чтобы создать новую тайм-линию, заходим в BinMaster, там у нас будут храниться тайм-линии, нажимаем New Sequence, ну и, например, переименую ее HelloAvit. Секвенция создана. Два раза на нее нажимаю и вот она появилась. Она сейчас пустая. Дальше, заходим в видео. Если у вас этот монитор пустой, то есть он выглядит вот так. Берем видео и перетаскиваем в просмотровый монитор. Перетащили. Супер. Теперь, используя кнопки 9 и 0, 0 вперед кадры, 10 кадров назад. Ставлю IN, например, и OUT. С помощью кнопок IN и OUT на клавиатуре A и O я выделил область, которую хочу вставить на тайм-линию. Теперь рассмотрим тайм-линию. Вот эти все A2, A1, V должны гореть. Вот это окошечко, если я вот включаю, то видите, я тут ничего не вижу. Если включаю, то все вижу. В общем, вот это все должно гореть. И теперь ставлю курсор сюда и нажимаю вот эту красную кнопку Override. У меня на тайм-линию вставился кусочек между метками IN и OUT. Вот он вставился. На клавиатуре это буква B английская. Для этого заходим в File, Setting, User, Keyboard. Нажимаем Keyboard. Вот это английская B. Вот такая же иконка. Вот она, английская B. Теперь вставим с помощью клавиатуры. Вставляется фрагмент туда, где курсор. Вот, например, сейчас сюда ставлю курсор и нажимаю английскую B. Видите, вставилось. Естественно, он мне показывает желтым, потому что это повторение плана. Я один и тот же кусочек вставляю много раз. Сюда вставляю в конец курсор и нажимаю B. Уменьшаем масштаб. Далее. Если я, например, отключаю A2 и A1 и нажимаю B английскую, у меня вставляется только видео. То есть, дорожка A1 и A2 не активированы, вставляется видео. Активирую эту дорожку. Вставляется видео и звук. Активирую две дорожки звука. Выключаю видео. Естественно, вставится только звук. А теперь перейду вот сюда, например, курсором. Если я вот эти дорожки сниму. То есть, вот это A2 и A1 и V1 это дорожки исходника. То есть, если я в таком раскладе сюда сейчас нажму B, то он мне вставит фрагмент IN от IN до OUT. Но вставит пустой. Потому что дорожки таймлинии V1, A1 и A2 активированы. А исходника нет. Нажимаю B. И видите, он мне вставил пустой. Чтобы вернуть назад, нажимаем Ctrl Z. То есть, Edit. Вот. Ctrl Z. То есть, еще раз нажимаю B и нажимаю Ctrl Z. Это вернуть назад. Если я, например, отключу дорожку V1. То получается, он мне вставит пустоту на A1 и A2. Так как здесь они не активированы. В пределах вот этой области меток IN и OUT. Нажимаю B. Вставил пустоту. С этим разбирайтесь сами. Вы экспериментируете. Далее. Выделяю опять все дорожки. Нажимаю два раза B. Вот он мне вставил. Создадим теперь новую видеодорожку и аудио. Здесь правой кнопкой мышки нажимаем. И здесь нажимаем New. New Video Track. Трек. Нажали. Создался трек V2. Если я сейчас нажму Ctrl и английскую Y. Вот смотрите. Ctrl Y. Создалась еще одна дорожка. Нажимаю еще Ctrl Y. Создалась еще одна дорожка. Правой кнопкой мышки на нее нажимаю. И удалить трек. Далее трек. Все. Он удалился. Также правой кнопкой мышки здесь нажимаю. Нажимаю New и создать аудио трек. Аудио трек. Моно. Создалась дорожка. Мы ее здесь не видим. А3. То есть с колесиком прокрутить. Ну или просто увеличим линию. Создалась дорожка. А3. Теперь. Вот у нас исходник. V1, A1 и A2. То есть на исходнике есть видео и звук левой дорожкой правой. Я зажимаю трек V1. Левой кнопкой мышки перетаскиваю на V2. Видите стрелочка появилась. Или на V3. Перетаскиваю на V2. И нажимаю B. Что у нас происходит? Видео вставилось на вторую дорожку. Нажимаю на V3. Отключаю A1. Что у нас происходит? Вставится только звук A2 и видео с дорожки 1. Оп. Вот такая лесенка появилась. Здесь тоже есть окно. Если я это окно нажимаю, мы ничего не видим. Если я нажимаю, например, окно здесь на V1, мы тоже ничего не видим, потому что он просматривает только это окно. Курсор влево. Все видим. Если я нажимаю V3, то я вижу дорожку и V1, и V1, и V2, и V3. То есть, мотаю курсор. Все вижу. Если я, например, вот сюда, сейчас, вставлю трек. Что у нас будет? Смотрите, все активировано. Значит, везде здесь будет пустота. И плюс ставится трек A2 с исходника и A2 на таймлинии V1 на V3. Нажимаю B английскую. Видите? Везде пустота. И вставились вот эти видео между метками IN и OUT. Ctrl Z. А если, например, я сделаю вот так, что вставится тогда? А так вставится только дорожка V1, потому что V2 активирована, а это все снято. И нажимаю B, вставилась дорожка только V1. Если я активирую вот так звук, то, естественно, туда вставится звук. Видите? А если активирую еще, Ctrl Z нажимаю, активирую A1, нажимаю B, то сюда тоже вставляется пустота. А если я сниму здесь активацию и поставлю здесь, вот это, кстати, тайм-код. Он может быть активирован, может нет. Вот в таком случае что будет? В таком случае A1 и A2 вставятся. В1 будет пустота, В2 пустота, В3 вставится, а А3 ничего не будет, потому что она не выделена здесь. А2 и А3 не выделено, здесь ничего не будет. Нажимаю B. здесь В1 активированно вставилась пустота, В2 пустота, В3 вставилась, а А1 вставилась. Вставляет он в то место, где у меня стоит курсор, то есть где курсор стоит. Нажимаю B, туда и вставляет. У нас было очень много теории, так как программа еще не понятна, но сейчас мы выполняем задание и оно очень-очень долгое и трудоемкое. В задании необходимо создать в Binimaster секвенцию. Захожу в Binimaster, создаю New Sequence. Как она будет называться, читайте в описании. Дальше. Если я нажимаю секвенцию HelloAvit и в этой секвенции я ставлю курсор в начало, видите, у нас тайм-код начинается с часа. Чтобы вот этот час поменять на ноль, чтобы не с часа начиналась секвенция, а с нулей. Заходим в Bin, HelloAvit, нажимаем тайм-линию, отодвигаем это вправо, окно раздвигаем, здесь есть такая стрелочка, точнее полосочку ведем вправо и вот, старт секвенции. Нажимаю сюда и нажимаю, вот здесь выделяю и ставлю ноль. Ноль. Enter. Да, он спрашивает, точно хотите так? Я говорю, да. Все, теперь эта секвенция тайм-линия начинается у нас с нулей. Нажимаю на нее два раза, все, видите, здесь единичка пропала, это важно. Итак, в задании создаете секвенцию, потом заходите, она пустая, нажимаете на видео Bin, кидаете этот Bin в окно исходника и дальше у нас у этого видео есть черное поле. Черное поле, вот видите, когда ничего нет. В итоге цифры 0 и 9 мы мотаем и потом стрелочками влево и вправо по кадру подматываем там, где есть кадр. Нажимаем In, дальше мотаем, 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 мотаем до первого черного поля. Вот оно, кажется, уже было. Вот оно. Подматываем стрелочками и где оно кончается ставим Out. Потом нажимаем английскую B. Т.е. мы вставили фрагмент видео без черного поля. Так как в этом видео очень много черных полей, то задание заключается в том, чтобы вы метками In, Out от начала до конца вставили только там, где есть видео на таймлинию. Т.е. черное поле есть, вот здесь, например. Сейчас перейдем вот этой кнопкой на исходник. Вот для чего она нужна. Вот на сметке In, Out подводим к Out, увеличиваем секвенцию и вот здесь черное поле. Черное поле пропускаем и вот здесь начинается, например, кадр. Стрелочками раз, раз. Ставим In, уменьшаем исходник. Идем вправо и ищем черное поле. Вот черное поле. И там оно заканчивается стрелочкой Out. У нас разметилось In, Out. Оно разметилось здесь автоматически. Уходим из этого окна. Сюда таймлинию подводим и нажимаем B. Вставили. Итак, надо вставить все видео обе черных полей. Теперь смотрите, где я ставлю метку Out. Если я оставлю здесь на черном поле ее, видите, у меня она захватывает кадр черного поля. То есть влево кадр и Out. Задание заключается в следующем. Вот так всю линию пройти и черные поля мы не вставляем. Вставляем только там, где есть видео. Кадр в кадр. После того, как вы это все пройдете и вставите на таймлинию, используя эту кнопку, мы назначили на клавиатуру. Вот так и так. Потому что здесь в исходнике, когда эта кнопка горит, очень проще намного отбирать черные поля, чем вот здесь. Видите, вот здесь он, полосочка идет и здесь. То есть на таймлинии в окне исходника проще. Этой функции, еще раз скажу, нигде нету. Поэтому пользуемся этой кнопкой. И когда мы вот так все вставим до конца, у нас вот здесь будет хронометраж видео. После этого я сделаю этот урок сам. И мы сравним хронометраж ваш видео и мой. А потом я, конечно же, в описании сделаю ссылку на пример. Задание, которое необходимо будет сделать, будет под этим видео. И то, что вам рассказал, что надо создать таймлинию и вот так вставить только видео, где нет черных полей, это будет часть задания. Просто я это говорю, а не пишу, чтобы это было нагляднее, чтобы вы понимали, что нужно делать.